Всем доброго времени суток! Приветствую на канале История Монетки! Как-то обещал я сделать обзорчик на монеты Дельфины, и вот нашлось время показать вам их сегодня. Вообще, в разных народах мира, в разные периоды были монеты такие очень нестандартные, там уже мы рассматривали монеты в форме стрел, были там в Китае разные монеты в форме ножей и так далее. Ну, короче, всякие такие бывают прикольные нестандартные вещи, но монеты в форме рыбок, в форме дельфинов, насколько мне известно, изготавливались только в Ольвии. Кто не в курсе, Ольвия это древнегреческая колония в Северном Причерноморье. Сегодня это Николаевская область, Украина. Монетки были в обращении в VI, V, IV веках до нашей эры, соответственно, за это время их изготовили множество разных, а там есть разные типы, которые мы рассмотрим, и они делятся, в свою очередь, на разновидности поменьше, но там много разных мелочей, и рассматривать их не будем, рассмотрим только главные типы в хронологическом порядке. Итак, самые первые, самые ранние дельфины, это VI век до нашей эры, это дельфины очень большие. Вот, к примеру, этот гигантский дельфин, который вы видите на фото, его вес около 80 граммов. В 2013 году на аукционе Тритон эта монета была продана почти за 50 тысяч долларов. То есть, такие крупные дельфины очень редкие и очень ценные. Они бывают и весом поменьше, ну и, соответственно, стоят, ну, скажем так, дешевле, ну, в пределах, в пределах тысяч гривен. То есть, там вес, конечно, не 80 грамм, они не такие большие и не такие редкие, но всё равно сравнительно ценные и редкие. Дальше у нас идут вот такие вот дельфины, тоже ранние, тоже VI век примерно до нашей эры. Это дельфины, так называемые, акуловидные. Они весьма такие длинные, если сравнивать с другими. Потом я вам покажу, сравним. Вот, они более длинные и имеют более такие агрессивные черты. Более агрессивную форму. Из-за этого они и называются акуловидными. Эти монетки тоже интересные и стоят они, ну, в среднем от нескольких сотен гривен до нескольких тысяч. В зависимости от сохранности, от патины и так далее. Дальше у нас идут дельфины обычные. А среди них существует огромное количество всяких разных разновидностей. Вот, к примеру, они могут быть такими. И по форме, как видите, ну, здесь весьма трудно угадать, что это дельфин. Это какой-то шпрот с обрубанным хвостиком. Ну, дельфин в этой монете угадывается с трудом. Ну, несмотря на то, что эта монетка вот так же древняя и там хорошая патина такая, темно-коричневая, родная. Такие монетки не очень дорогие, ну, в пределах нескольких десятков гривен. Вот за такой. А если эти простые дельфины вот имеют такой вид, вот видите, это просто обломочек нечищенный, то в оптовой кучке вот такого вот зверя можно купить даже там за несколько гривен. То есть особой ценности они не представляют. Но, конечно же, зависит от сохранности и от того, насколько форма этой монетки напоминает дельфина. Вот этот дельфин тоже относится к простым. Точнее, мы отнесем его к простым. Да, там такой, скажем, деления такого не существует четкого. Ну, отнесем его к простым, но при этом он имеет великолепную сохранность и отличную дельфинообразную форму. Вот такой вот дельфин уже будет стоить не десятки, а сотни гривен. Вот этот. И этот все же можно отнести к одному типу простых дельфинов. Это более ранние акуловидные. Это вот простенькие. Они бывают и совсем мелкие. Вот, к примеру, такие малютки. Смотрите, какой маленький. Но это также дельфинчик. Также его можно отправить сюда. Дальше по хронологии идут дельфины с надписью Ариксо. Что означает? Эта надпись точно неизвестна. Может быть, там зашифровано имя человека, который был ответственен за выпуск или имена нескольких человек. Такое бывает на монетах Ольвии. Эти монеты, как видите, более крупные, такие более массивные. И самое интересное, вот здесь на обратной стороне мы видим надпись Ариксо. Эти монеты, эти вот дельфинчики Ариксо из всех этих, которые доступны рядовому собирателю, скажем так, тех самых первых крупных мы считать не будем. Вот эти самые дорогие. То есть, такая монетка в более-менее бодром виде, вот с целым плавником, с целым носиком, там с глазиком, такая красивая более-менее, обойдется примерно в диапазоне от 1 до 2 тысяч гривен. Какие цены в России, ну, я дублировать в рублях не возьмусь, так как в России эти монеты представлены весьма-таки скудно, в основном только вот такими простыми монетками. На том же аукционе Тритон в 2013 году такой вот красивый дельфинчик был продан где-то за 900, по-моему, долларов. Зашел на аукцион, все же ради интереса уточнил, продан он был за 950 долларов, но я не сказал бы, что сохранность там так прям сильно хуже. Но с другой стороны, на том Тритоне в 2013 продавалась огромная коллекция Ольвии, и цены, конечно, там были выше обычных. Вот такая вот интересная монитосина. К сожалению, вот обломан немножко хвостик, кстати, с целым хвостом они, по-моему, и не идут, там просто такой вот, ну, литник заокругленный, да, так как у этого вот дельфина. Да, кстати, эти монеты не чеканились, а лились в формах, то есть это литые монеты. Дальше по хронологии, опять же, у нас идет последний тип дельфина. Это вот такие вот так называемые тюшки. Это дельфины, у которых на оборотной стороне есть надпись О-ВИ. Ну, то есть, нами оно читается как О-ВИ, но это буквы греческого алфавита. Это последние монеты такого типа вот дельфины, которые изготавливались в Ольве. Это уже конец пятого века. И они имеют, наверное, такую, ну, вот, наиболее похожую на дельфинов форму. Вот видите. Вот эта монетка действительно похожа на дельфина, который выпрыгивает из воды. Эти монетки тоже весьма интересные. Обойдутся они вам в зависимости от сохранности, начиная от нескольких десятков гривен до нескольких сотен. Один раз только я видел на торгах такой вот дельфинчик с целым хвостовым плавником. И цена там, если не ошибаюсь, перевалила за 2000 гривен. Но дельфина вот такого типа с целым хвостом, я, повторюсь, видел только один раз. Даже в каталогах они идут с обломанным хвостиком. Ну, вот как-то так. Монетки это очень интересные, как видите, разнообразные. Каждый, ну, по сути, каждый из этих типов, он имеет свои разновидности. К примеру, ну, насчёт там окуловидных я не знаю. Обычные эти дельфины, ну, вот, как видите, они имеют самые разные формы, самые разные размеры. Там их, наверное, несколько десятков разных можно найти. Опять же, дельфины с надписью Ариксо немножко разнятся по надписи. Там есть с точками, там есть где некоторые буквы пропущены и так далее. Дельфинчики ОВИ разнятся там расположением букв. Есть редкая разновидность, где буквы переставлены местами. То есть, там не ОВИ, а ВИО идёт. Это весьма редкая монета, хотя несколько я их тоже на торгах встречал. Ну, вот такие, одним словом, интересные звери. Конечно, в сохранностях они стоят, ну, скажем так, не очень больших, но ощутимых денег. Если, опять же, не считать тех вот самых первых, очень дорогих. Ну, а в целом, монеты интересные и, я думаю, доступны рядовому собирателю, рядовому коллекционеру. Особенно вот эти простенькие, да. Ну, вот как-то так. Всем спасибо за просмотр.